Вы Толстого упомянули, я сразу по ассоциации вспомнил еще одну дискуссию в недавнее время по поводу школьной программы, по поводу того, что писатель Толстоевского надо исключить из школьной программы, а включить туда современных писателей, там, Пелевина, Улицкую. Как вы, человек авторитетный в этой сфере, человек, который сам преподавал, человек, который этим вопросом занимается, как вы оцениваете такого рода Полиннику? Ну, во-первых, убрать Толстого и Достоевского предложил совсем не тот, кто предлагал включить Улицкую или Пелевина. Это разные совершенно истории. Совпали эти. Меня немножко шокировало, понимаете, сама эта идея, когда она была высказана. Но потому что... Которая какая часть... Вот идея про Толстого и Достоевского, которая, потому что ее выдвинул президент Академии образования. Вы знаете, я немножко в другую сторону поверну. Вот мы с вами сидим, это обсуждаем. Президент Академии это обсуждает. Вы знаете, есть еще одно сообщество, которое вообще никому не приходит в голову, это обсуждать. Может быть, кроме меня, извините за скромность. Она называется «Дети». Понимаете, вот у меня недавно был детский совет приуполномоченного. И я ровно эти вопросы самые острые, которые сейчас стоят в этом образовании. А именно, убрать ли Толстого и Достоевского, например. Заменить ли второй иностранный астрономии, как предложил министр обзора. Я обсуждал с ними. Потому что им это вообще, с ними надо это все обсуждать. Это же их касается, извините, в прямом смысле слова. Что меня удивило, вот так группу, мы там разделили, они, вернее, сами разделились. Они потом, во-первых, я-то думал, что они это поддержат, выбросить Толстого и Достоевского. Это трудно все-таки, как сказал соответствующий представитель, скажем так. Что они сказали? Значит, нет, я решил обострить ситуацию. Извините, а вам не кажется, что они давали то, что называется, социально одобряемый ответ? Да. Что от них ждут, что они скажут, что... Правильно. Поэтому я же все-таки, знаете, в образовании не первый день, а даже не первое десятилетие. Поэтому я вам сказал, хорошо, вот их там сидело человек 40. Это активные ребята из Москвы. И приехали, кстати, из Владимира к нам гости еще ребята. А я говорю, поднимите руки, кто полностью прочитал «Войну и мир». Так, только честно. Я говорю, я вас отметок сейчас не ставлю, скажите честно. И 40 человек подняло 4. Так, это многовато. Ну, они-то люди активные, там живые, поэтому, наверное... Я говорю, ну, так вот вам доказательства. Что ж тогда читать «Войну и мир» в школе, если только четверо из вас вы ее полностью прочли. Да, хотя даже на программе. Тогда они стали говорить, ну, вы понимаете, ну, мы что-то все-таки прочли. Ну, мы хоть что-то, ну, вообще надо же все-таки знать, что вот есть Толстой, есть «Война и мир». А лучше всего один парень. Мы это не обсуждали, сказал он мне. Ну, вы понимаете, говорит, ну, Толстой и Достоевский, ну, это же все-таки наша культура. Он, очевидно, хотел добавить «блин» и уже почти сказал, но проглотил. Вот это наивное представление, что те, кто в школе не прочтут Толстого и Достоевского, прочтут это потом, как было сказано, да никогда. Вот те, которые в школе хоть немножко об этом, может быть, кто-то еще коснется. Можешь хоть кино посмотреть потом. А, понимаете, это очень серьезно, это как бы такой, это не просто Толстой и Достоевский, это некий распад культурного пространства. И последствия его довольно труднопредсказуемы. Теперь по поводу Пелевина, Люси Улицкой или кого-то еще. У нас было в более юные мои годы, когда началась перестройка, и все хотели перестроить, в том числе и школьную программу. Мы выступали перед учителями литературы, мы. Это тогда был такой, знаете, андеграунд, авангард, там, ну, Пригов, Дмитрий Александрович, я помню, там был. По-моему, Юра Арабов, ну, кто-то еще. И вот мы прочитали какие-то стихи тогда, совершенно шоковые для этих самых учителей литературы по тем временам. И вопрос был тот же. А были такие авангардные учителя, говорят, а вы читаете нужно, потому что вот сейчас включить всех в школьную программу. Я сказал, ни в коем случае, потому что школьная программа, как известно, да, как говорили в известном советском фильме, граждане катафалк не резиновый. Понимаете, если мы можем что-то включить, то надо что-то убрать. Я говорю, понимаете, ни в коем случае, какой может быть Пригов, который на самом деле весь находится на русской литературе, да, если бы они не будут читать Пушкина, Некрасова, Лермонтова, Блока, там, и так далее. То есть, если не будет сформирован язык, то тогда ни Пелевин, ни Улицка ничего не будет, бесполезно. Другое дело, что надо думать о том, каким образом ту литературу, которую на самом деле все равно они будут читать, это не только Пелевин и Улицка, если кто те, кто будут читать, это Джек Лондон, это Дюма, беззаконный Дюма, которого никогда не было в школьной программе, ни России, ни, по-моему, Франции, и которую все равно все читают. Понимаете? Ну, это тоже странно. И вот об этом тоже нужно думать. Вот каким образом это включить? Редактор субтитров А.Семкин